Девушки отдыхают В одном из недавних воскресных евангельских чтений, дорогие братья и сестры, мы слышали слова Спасителя «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все это, все остальное в вашей жизни приложится вам». И сегодня мы услышали в сегодняшнем евангельском чтении подтверждение истинности слов Спасителя. Сегодняшний Евангелие от Матфея повествует о том, как Христос на берегу Галилейского озера, на склоне горы, и проповедовал Благую Весть в течение многих часов. И было собрано, как сказано в Евангелии, пять тысяч мужчин, то есть пять тысяч человек, не считая женщин и детей. И вот они напряженно от течения всего дня слушали Спасителей, настолько увлеклись, что забыли о еде, а уже день подходил к концу. И, как сказано в Евангелии, Христос жалился над этими людьми и попросил апостолов собрать все, что у них есть, и накормить людей. А было у них пять хлебов и две рыбы. И вот Христос помолился, и эти хлеба чудесным образом умножились, и все были насыщены вкусной пищей. Можно представить себе, какое это впечатление произвело на толпу эту, его слушателей, и, конечно, на апостолов. Потому что они собрали вот всего лишь пять хлебов и двух рыб, и сумели чудесным образом накормиться такое огромное количество людей. Но Христос в течение своей трех с половиной лет своего служения общественного много чудес творил. Мы об этом слышим в течение всего года здесь, в храме, и, надеюсь, дома, когда мы иногда, может быть, открываем Евангелие и читаем. И мы как бы к этим чудесам привыкли и думаем, ну, ничего особенного, это в порядке вещей Христос творил чудеса. Но это чудо, дорогие братья и сестры, оказалось для Христа большим огорчением. Да, Он показал, что Господь позаботится о наших земных нуждах. Люди слушали, увлеклись, проголодались, и Господь дал им пищу. Но все равно это чудо Его огорчило. Почему? Потому что Он чувствовал, что из этих пяти тысяч людей мало кто останется Ему верен. Он потом, в каком-то другом Евангелии, уже ближе к концу своих земных дней, скажет своим приближенным, вы меня искали и вышли ко мне не потому, что вы верили, что я Мессия, а потому что вы ели хлеб и насытились. То есть вы искали как бы зрелище, вы искали хлеба, чтобы насытить свое чрево, но вы меня, истинного хлеба, небесного хлеба, по-настоящему не искали. И как это верно, дорогие братья и сестры. Вот мы все любим ярких чудес. Вот к нам приезжает в течение, сколько, 11-12 лет гавайская мироточивая икона Божьей Матери. А до этого 20 лет, или 15 лет, простите, приезжала Монреальская икона Божьей Матери. И мы собирались большими толпами вокруг этих чудотворных икон и дивились. Какое чудо, миро, божественный запах, целебные свойства. И мы брали эту ватку себе домой и мазали друг друга, детей своих. Что изменилось в нашей жизни, дорогие братья и сестры, при виде вот этого чуда? Изменились ли мы? Ну хорошо, да, мы удивились видению этого чуда. Мы снова придем, когда икона будет у нас. Снова будем удивляться. Но меняемся ли мы в результате этого чуда? Я думаю, что самое главное, с чем мы должны выйти сегодня из храма и над чем мы должны думать, дорогие братья и сестры, это то, что мы должны благодарить Господа за все, что мы имеем, за все, что Он дает наших супругов, наших детей. И на них глядя, радоваться и благодарить Бога, что они есть в нашей жизни. И кем мы бы были без них? Это же одно из самых великих чудес, что мы имеем возможность прийти, покаяться, причаститься к святых телу и крови Господа. То есть насытиться небесным хлебом, который никакой другой, никакая другая пища не может заменить. Это пища в жизнь вечную. Вот чему мы должны удивляться, благодарить постоянно и в знак своей благодарности меняться. Меняться к лучшему. Не быть с Христом только, когда Страстная Седмица, или когда приезжают чудотворные иконы, или на Пасху, а в течение всего года, в течение всей нашей жизни. Никогда не отступим от Господа. Даже имея все благословения, которые Он нам не спосылает, никогда не отступим от Него, и будем всегда стремиться в Его небесное Царство. Аминь. Благословение Господне на вас, Того благодатью и человеколюбием всегда, мы и в жизни, мы и в жизни, мы и в Бога. Благословение Господне на вас, благодарна вас. Продолжение следует...